Принеси мою глубокую большевистскую благодарность. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Можете расшибывать на то, что товарищ Сталин умеет выполнить свой долг перед народом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Перед крестьянством. АПЛОДИСМЕНТЫ Перед интеллигенцией. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи красноармейцы и краснофлотники, командиры и политработники, рабочие и работники, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы наших врагов, от имени советского правительства и нашей большевистской партии, приветствую и поздравляю вас с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Товарищи, в тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-й годовщину Октябрьской революции. Вероломные нападения немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого удара наша армия будет рассеянной, наша страна будет поставлена на колени. Но враг здесь только просчитался. Несмотря на временные неуспеши, наша армия и наш флот героически отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, наносимый фронт и урон. А наша страна, вся наша страна организовала средний боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков. Две дни, когда наша страна находилась в еще более тяжелом положении. Вспомните 1918 год, когда им праздновали первую годовщину Октябрьской революции. Три четверти нашей страны находились тогда в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Ярдия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потерями нам. У нас не было союзников, у нас не было Красной Ярмии. Мы ее только начали создавать. Не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмундирования. 14 государств наседали тогда на нас. Но мы не унывали, не падали, в одной войне организовали под нами Красную Ярмию и превратили нашу страну в военный лагерь. Дух Великого Уния вдохновлял нас тогда на войну против интервентов. И что же? Мы разбили интервентов, вернули все по земным территориям. И добились победы. Теперь положение нашей страны куда лучше, чем 23 года у нас. Наша страна во многу раз богаче будет и промышленным успехом, и продовольственным, и Сириевым, чем 23 года у нас. У нас есть теперь союзники, держащие вместе с нами, единый фронт, против немецких захватчиков. Мы имеем теперь сочувствие и поддержку всех народов Европы, от павших плуги до гитлеровской деяния. Мы имеем теперь замечательные армии, замечательный флот, руки отстаивающие свободу и независимость нашей Европы. У нас нет серьезной нехватки ни в протокольстве, ни в вооружении, ни в обмундировании. Вся наша страна, все народы нашей страны отбирают нашу армию, нашу плоту, а вот этим разбит захватнические органы немецких пашистов. Наши людские резервы не ищут праздник. Но великое влияние и его помненосное знамя вдохновляют постепенно на Отечественную войну, так же, как 23 года у нас. Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить? Немецких захватчиков. Враг не так силен, как и изображают некоторые перепугания, интеллигентники. Не так страшен черт, как и он болеет. Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала политическое бексту в хваленные немецкие войска? Если судить не по хвостливым заявлениям немецких пропагандистов, а по действительному положению, Германии нетрудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. Германии теперь царит голод и обнишание. За четыре месяца войны Германия потеряла 4,5 миллиона солдат. Германия истекает кровью, ее людские резервы истекаются. Дух возмущения овладевает не только народом Европы, подпавшими под его немецких захватчиков, но и самим германским народом, который не видит конца войны. Немецкие захватчики запрягают последние силы. Нет сомнений, что Германия не может выдержать долго такого напряжения. Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть годик. И гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений. Товарищи Красноармейцы Краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничие горды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под игру немецкой тираны, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны, я придусь. Выведите войну освободительную, справедливую. Пусть в этой войне вдохновляет вас множественный образ наших великих предков. Александра Олегского, Дмитрия Донского, Кузнеменина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворов, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого лета. За полный разгром немецких захватчиков. Смерть немецких оккупантов. Да здравствует наша славная Родина. Ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед с победой. КИРРУКС КОНЕЦ Июнь был влажным и зелёным, и в искрах тёплого дождя. Оно казалось измождённым, лицо бессменного вождя. Штандарты, алые знамёна, фронтов, неодолимый шаг. О, как он смотрит напряжённо на эту сталь, на чёрный прах чужих полотнищ. Древком долу, как их швыряют от бедра, как к богоравному престолу. Иль впасть священного костра к стене Кремля. Товарищи, разрешите выразить благодарность от имени нашего съезда всем братским партиям и группам, представители которых почтили наш съезд в своём присутствии, и мы, которые прислали съезду приветственные обращения, выразить благодарность за братские приветствия, за пожелания успеха, за доверие. Для нас особенно ценно это доверие, которое означает готовность поддержать нашу партию в её борьбе за светлое будущее народов, в её борьбе против войны, в её борьбе за сохранение мира. Было бы ошибочно думать, что наша партия, ставшая могущественной силой, не нуждается больше в поддержке. Это неверно. Наша партия и наша страна всегда нуждались и будут нуждаться в доверии, в сочувствии и поддержке братских народов за рубежом. Особенность этой поддержки состоит в том, что всякая поддержка миролюбивых стремлений нашей партии со стороны любой братской партии означает вместе с тем поддержку своего собственного народа в его борьбе за сохранение мира. Когда английские рабочие в 1918-1919 году в уровне вооружённого нападения английской буржуазии на Советский Союз организовали борьбу против войны под лозунгом «Руки прочь под Россией!» то это была поддержка. Поддержка, прежде всего, в борьбе своего народа за мир, а потом и поддержка Советского Союза. Когда товарищ Торрес и товарищ Толиады заявляют, что их народы не будут воевать против советских народов, то это и есть поддержка. Прежде всего, поддержка рабочих и крестьян Франции и Италии, борющихся за мир, а потом и поддержка мироволюбивых стремлений в Советском Союзе. Эта особенность взаимной поддержки объясняется тем, что интересы нашей партии не только не противоречат, а наоборот сливаются с интересами мироволюбивых народов. Что же касается Советского Союза, то его интересы вообще не отделены от дела мира во всем мире. Понятно, что наша партия не может оставаться в долгу у вратских партий, и она сама должна в свою очередь оказывать им поддержку, а также их народам в их борьбе за освобождение, в их борьбе за сохранение мира. Как известно, она, наша партия, именно так и поступает. После влияния власти нашей партии в 1917 году и после того, как партия предприняла реальный мир по ликвидации капиталистического помещичьего гнета, представители вратских партий, восхищаясь отвагой и успехами нашей партии, присвоили ей звание «Ударной бригады мирового революционного и рабочего движения». Этим они выражали надежду, что успехи ударной бригады облегчат положение народам, томящимся под генетом капитализма. Я думаю, что наша партия оправдала эти надежды, особенно в период Второй мировой войны, когда Советский Союз, разгромив немецкую, японскую, фашистскую диранину, избавил народы Европы и Азии от угроз фашистского рабства. Конечно, очень трудно было выполнять эту почетную роль, пока ударная бригада была одна, единственная. И пока приходилось ей выполнять эту передовую роль почти в одиночестве. Но это было теперь совсем другое дело. Теперь, когда от Китая и Кореи до Чехословакии и Венгрии появились новые ударные бригады в лице народно-демократических стран, теперь наша партия легче стала бороться. Да, и работа пошла веселее. Особое внимание заслуживают те коммунистические, демократические или работши-крестьянские партии, которые еще не пришли к власти и которые продолжают работать под пятой буржуазных драгоновских загонов. Им, конечно, труднее бороться. Однако, им не столь трудно работать, как было трудно нам, русским коммунистам. В период царизма, когда малейшее движение вперед объявлялось объявлялось тягчайшим преступлением. Однако, русские коммунисты выстояли, не испугались трудностей и добились победы. То же самое будет с этими партиями. Почему все же не столь трудно будет работать этим партиям в сравнении с русскими коммунистами царского периода? Потому, во-первых, что они имеют перед глазами такие примеры борьбы и успехов, какие имеются в Советском Союзе и в народ демократических странах. Следовательно, они могут учиться на ошибках и успехах этих стран и тем облегчить свою работу. Потому, во-вторых, что сама буржуазия, главный враг освободительного движения, стала другой. изменилась серьезным образом, стала более реакционной, потеряла связи с народом и тем ослабила себя. Понятно, что это обстоятельство должно также облегчить работу революционных и демократических партий. Раньше буржуазия позволяла себе либеральность отстаивала буржуазо-демократические свободы и тем создавала себе популярность в народе. Теперь от либерализма не осталось их следа. Нет больше так называемой свободы личности. Права личности признаются теперь только за теми, у которых есть капитал. А все прочие граждане считаются сырым человеческим материалом, пригодным лишь для эксплуатации. Растоптан принцип правенства людей и наци. Он заведен принципом полноправия эксплуататовского мельчества и бесправием эксплуатируемого большинства граждан. Знамя буржуазия демократические свободы выброшены за борт. Я думаю, что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических демократических партий и понести его вперед, если хотите собрать вокруг себя большинство народов. Больше никому его поднять. Раньше буржуазия считалась главой нации. Она отстаивала права независимых наций, ставя их превыше всего. Теперь не осталось и следа от национального принципа. Теперь буржуазия продает права независимых наций за доллары. Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придется поднять вам, представителям гуманунистических демократических партий, и понести его вперед. Если хотите быть патриотом своей страны, если хотите стать руководящей силой нации, его никому будете поднять. так обстоит дело в настоящее время. Понятно, что все эти обстоятельства должны облегчить работу коммунистических и демократических партий, не пришедших еще к власти. следовательно, есть все основания расширить, но успехи и победу братских партий в странах господства капитала. Да здравствуйте наши братские партии. Пусть живут и здравствуют руководители братских партий. да здравствует мир международа. Далой подвигательной войны. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сквозь ложь и хлам фальшивых поспалатов Сквозь боль и стон униженной страны Пусть имя проспучит его нападом Как было в годы страшные войны Пусть имя проспучит его нападом Как было в годы страшные войны Мы вспомним все история рассудит Ее суду еще придет черед Как от защита атомных орудий Он вел страну уверенно вперед Как от захита атомных орудий Он вел страну уверенно вперед Мы вспомним мощь военного парада Что состоялся в тот победный год Подъем страны Отстроенные храмы И тост за русским ученик народ Подъем страны Отстроенные храмы И тост за русским ученик народ Хоть после смерти он не ведал славы Как часто повелось теперь у нас Он был генералисим у стержавы Что защитило мир в который раз Он был генералисим у стержавы Что защитило мир в который раз И пусть дела сегодня наши плохи И пусть мы в царстве лжи сейчас живем Он был вождем вождем своей эпохи И вспомним мы не раз еще о нем Он был вождем вождем своей эпохи И вспомним мы не раз еще о нем Мы вспомним все история рассудит Ее суду еще придет черед Как от сахи до атомных орудий Он вел страну уверенно вперед Как от сахи до атомных орудий Он вел страну уверенно вперед Мы вспомним мощь военного парада Что состоялся в тот победный год Подъем страны Отстроенные храмы И тост за русский мученик народ Подъем страны Отстроенные храмы И тост за русский мученик народ Храмы Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok